Теперь сны можно смотреть в центре своевременного искусства. Только эти сновидения принадлежат художнице Вите Майчубе. И выражены они на 25 картинах. Разве что Фрейд мог бы разобраться в посознательном этой девушке. Все свои сны Вита Майчуба переносит на холсты. Четкие образы для них – большая редкость. Работа со снами – это долгий процесс. Это очень сложно объяснить. Это немножко шаманское действие. Свои шаманские способности Вита развивала годами. Училась не просто запоминать, а программировать сны. После чего, вдохновившись увиденным, девушка решила погрузить свои видения окружающих. Ну вот, например, Красная улица. Мне снился сон, что живу в Красном доме. На Красной улице вокруг шумно, красно и весело. Судя по картинам, сны у Майчубы всегда цветные. Яркие, насыщенные тона. Никаких рваных мазков, только гладкие линии. Нечто похожее несколько лет назад Майчуба увидела у итальянского художника Медео Модельяне. Его работы до сих пор вдохновляют художницу. Еще поразительные его линии, ощущения. В его работах, картинах очень много воздуха. А вот в работах Виты скорее много специй Востока. Она когда-то жила в Китае, и культура Поднебесной ее покорила. Мне кажется, Китай очень любит красное, желтое, золотое, вот такие вот переливы. Цвета и форма. Закругленные узоры, там всякие завитки, то есть какие-то вот такие переплетения. Ну, конечно, там у нее нет никаких драконов. Девушка продолжает совершенствоваться в своей технике сновидения. Вита утверждает, что теперь будущая картина является ей сразу в акриле. В первую персональную выставку вошли лишь 25 ее работ. Следующая, скорее всего, будет значительно обширнее.